Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Необходимые поправки. Регионы Приволжского федерального округа рассчитывают на изменение законодательства в сфере ЖКХ. Выйти из берегов. Республика готовится к весеннему паводку. Просто о космосе. В столичном детском саду созвездия начал работать цифровой стационарный планетарий. На календаре весна, а метели и не думают прекращаться. Толщина снежного покрова вызывает опасения. Противопаводковые меры обсудили сегодня на заседании специальной комиссии. На случай дружной весны у комиссии есть план мероприятий по пропуску паводковых вод, обеспечению безаварийной работы коммунальных систем и водозаборов, готовности поисково-спасательных служб. Весь этот комплекс мер в случае возникновения чрезвычайной ситуации призван защитить от весенних паводков и подтоплений в населенных пунктах. Не меньшую опасность может представлять толстый лед на водоемах. Весной, когда он тронется, могут возникнуть затуры. Под особым контролем и гидротехнические сооружения. Власти и спасатели уже начинают готовиться к возможному половодью. Среднегодовые значения по многим факторам, по осадкам, по толще льда, они на сегодняшний день превышают среднегодовые. Мы понимаем, что ситуация паводковая, она, в общем-то, на контроле. Все структуры, все органы власти на сегодняшний день сформировали свой единый план. То есть в ежедневном режиме практически организован мониторинг ситуации. На сегодняшний день погода у нас пока еще морозная. Ожидается даже морозы ниже климатической нормы, но мы понимаем, что где-то к началу апреля у нас уже пойдет паводок. Важно сохранить качество питьевой воды, особенно это актуально в южных районах республики. Именно поэтому глав муниципалитетов призвали своевременно убирать снег в населенных пунктах и очищать водопропускные системы. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии объявлен желтый уровень опасности. Холода принесет североатлантический циклон. По данным метеостанции, наиболее морозно будет 10 и 11 марта. Столбики термометров в эти дни опустятся до минус 25 градусов. В пятницу 12 марта благодаря высокому атмосферному давлению ожидается ясный солнечный день, но тепло вернется только к концу недели. В выходные дни столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. Прогнозируется снег и метель. Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров обсудил с руководителями муниципалитетов округа вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Рабочая группа под руководством главы столичной администрации Алексея Латакова представила более 70 инициатив по совершенствованию законодательства и синхронизации программ капитального ремонта и благоустройства. На совещании прозвучали впечатляющие цифры. В прошлом году в регионах ПФО было отремонтировано 11,5 тысяч многоквартирных домов. Более полутора миллиона человек улучшили жилищные условия. Благоустроено более трех тысяч дворовых территорий. Реализовано 19 проектов по созданию комфортной городской среды. На эти цели было предусмотрено почти 3 миллиарда рублей. Но работы еще немало. Одна из важнейших задач на этот год по-прежнему ремонт коммунальной инфраструктуры. Но порой модернизация системы тормозится недостаточными полномочиями местных властей по определению подрядчиков или выбору материалов. Алексей Латаков подчеркнул, что синхронизация различных программ позволит повысить качество и скорость выполнения таких работ. Руководители столиц субъектов ПФО поделились своим опытом и выступили с инициативой предусмотреть в рамках действующих национальных проектов дополнительные бюджетные средства на реконструкцию изношенной инфраструктуры. Наиболее эффектным результатом работы является совместная реализация программы капитального ремонта дома и благоустройства территорий. Но пока этот показатель в перевозке в федеральном округе составляет около 14%. Есть лучшие практики, где этот показатель 20-25%, где-то это на уровне 3-5%. И перенимая его по других регионам, мы ставим вопрос, как это масштабировать. Ставим также вопрос о замене лифтов. Это глобальная, масштабная, федеральная повестка. Если взять город Чебоксар, у нас 3,5 тысячи лифтов всего. Из них около тысячи имеют износ более 25 лет. Необходимое финансирование – это 3 миллиарда рублей. Когда годовой фонд капитального ремонта города – около 700 миллионов. И все эти средства распределены на другие виды работ. А средств на лифты не хватает. И так же, как и Чебоксары, регионы ставят вопрос о дополнительном финансировании. Предложения участников совещания по наделению субъектов федерации новыми полномочиями уйдут в правительство страны. В их числе – возможность самостоятельно определять состав работ по капремонту, сокращение сроков проведения конкурсных процедур с 35 до 9 дней. В период пандемии на федеральном и региональном уровнях были упрощены процедуры получения льгот и пособий. В числе таких решений – автоматическое продление социальных выплат и пособий без подачи заявлений и личного посещения госучреждений. Автоматическое продление коснулось ежемесячного пособия на ребенка по случаю рождения третьего ребенка или последующих детей, если срок выплаты истекал до 1 марта. Все это на 6 месяцев. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка продлевается на следующие 12 месяцев. Например, если ежемесячная денежная выплата в отношении третьего ребенка была назначена в феврале 2020 года на полгода, то в августе она продлевалась автоматически на следующие 6 месяцев по январь включительно. И, следовательно, уже в феврале выплата эта была продлена автоматически на следующие 6 месяцев по июль 2021 года. Автоматическое продление коснулось и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Если срок ранее назначенной субсидии истекает в период до 1 апреля 2021 года, то она будет переназначена в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке. Кроме того, если срок регистрации семьи в качестве малоимущей истекает в период до 1 марта 2021 года, то этот статус уже будет автоматически продлен на следующий 6-месячный период. Соответственно, если граждане являются получателями тех или иных льгот в образовательных организациях, то эти льготы должны также продлеваться на следующий 6-месячный срок без истребования справок о малоимущности семьи. За справкой о признании семьи малоимущей можно обратиться в МФЦ. Ульяна Пятакова, Сергей Копеев, Республика. В Республике борщевиком Сосновского заражено 300 гектаров земель. Этот сорняк не только отравляет почву, но и влияет на здоровье человека. Для уничтожения этого растения требуется неоднократная обработка пораженных участков химическими препаратами. На эти цели направят почти 9 миллионов рублей. Вокруг населенных пунктов и пойм рек предусмотрена механическая зачистка участков. На остальных площадях – обработка гербицидами. Специальные бригады будут созданы в каждом районе. Их обеспечат необходимым оборудованием, защитными костюмами и химикатами. Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Новочебоксарска за жестокое обращение со своими малолетними детьми. Следствием установлено, что с июля 2020 года по январь 2021 она систематически наносила им побои зарядным кабелем для телефона и приспособлением для выбивания ковров. С заявлением в правоохранительные органы обратилась бабушка. В настоящее время дети изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Результаты расследования уголовного дела и проведения проверочных мероприятий взяты на контроль прокуратуры города. Кроме того, по поручению прокуратуры республики организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, в ходе которых будет дана оценка деятельности правоохранительных органов и местной администрации по проведению профилактической работы, а также причины своевременной выявления подобных происшествий с детьми. Субъекты профилактики, которые на сегодняшний день ведут работу в данном направлении, это у нас и органы управления образованием, это органы опеки попетительства, органы управления социальной защитой населения, это и здравоохранение, это органы внутренних дел. Надо отметить, что со стороны соседей, со стороны жителей нашей республики тоже есть обращение, когда они видят, что родители не занимаются воспитанием, содержанием детей или применяют насилие по отношению к своим детям. Конечно, здесь никто не должен оставаться на стороне. На днях по результатам прокурорской проверки возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Чебоксар, который жестоко обращался со своим малолетним сыном. Обстоятельства дела выясняются. В Международный женский день поздравления и подарки получили дамы, которые находились на рабочих местах, обеспечивая жизнедеятельность города. Депутаты от партии «Единая Россия» позаботились о том, чтобы создать им праздничное настроение. Чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, сотрудницам троллейбусного управления приходится работать и в выходные, и в праздничные дни. И чтобы работа спорилась, всем им вручили бутоньерки и сладкие подарки. Вас поздравить с Международным женским днем. 8 марта. Пожелать вам весеннего, праздничного настроения. 8 марта на посту встретили и многие медицинские работники клиник республики. Поэтому мужчины-депутаты доставили им весеннее настроение прямо на рабочие места. Прекрасный весенний день 8 марта. Поздравить вас, тех людей, которые сегодня находятся на работе. Далеке от своих родных и близких. Но тем не менее поздравить вас с этим праздником. Пожелать здоровья, благополучия, счастья, успехов всего-всего самого наука. Мы гордимся вами. Прекрасные наши женщины. Поздравляем вас. Поздравление медицинских работников. Часть масштабной акции «Спасибо вам, родные доктора». По сей день они работают в усиленном режиме. Причем это касается как ковидных госпиталей, так и остальных стационаров. Пандемия перераспределила потоки пациентов по-своему. Но врачи и медсестры справляются. Мы вас поздравляем. Чтобы весна всегда была в вашей душе. Чтобы тепло с сегодняшнего яркого солнца так же сопровождалось. Своего рода гимн на весне и женской красоте исполнили музыканты оркестра Росгвардии. Импровизированный концерт в одном из торгово-развлекательных центров столицы стал отличным подарком в праздничный день. Фантастический заряд положительных эмоций с самого утра. Свободное пространство вокруг сцены быстро заполнилось зрителями всех возрастов. Коллектив оркестра Росгвардии «Волжские берега» исполнил несколько известных российских и зарубежных композиций. Начальник военного оркестра лейтенант Антон Покорский от имени мужской половины поздравил представительниц прекрасного пола с 8 марта. Концерт прошел при полном аншлаге. Первый в космосе. Сегодня Юрию Гагарину исполнилось бы 87 лет. И весьма символично, что именно 9 марта в столичном детском саду «Созвездие» начал работать цифровой стационарный планетарий. В космической ракете с названием «Восток» наш космонавт Гагарин подняться в космос смог. Он первым на планете под звездом проложил. И знают даже дети, когда и где он жил. В небольшой комнате умещаются открытый космос, звезды и планеты. Вся солнечная система как на ладони. Изучать небесные тела намного интереснее в планетарии, чем по энциклопедиям. Очень интересные комнаты. Мы узнаваем планеты, мы узнаваем, как их называют. Мы узнаваем, ну, узнаваем все. Я оживляю планеты из книги. Оживлять Меркурий, Марс и Юпитер позволяет приложение на смартфоне с 4D-графикой. Идея создать виртуальный музей принадлежит родителям. Они же вместе с воспитателями и детьми сделали экспонаты. Цифровой планетарий расширяет познание детей о земном шаре, его атмосфере. Причем делается это в игровой форме. Мы очень ждали открытия планетария, потому что это возможность расширить границы детского восприятия, сделать сложные и научные понятия более доступными для наших малышей. Жаль, что во времена нашего детства не было такой аппаратуры. Может, и мы бы стали космонавтами. Сегодня ребятам показали фильм про первого в мире космонавта. Мальчики и девочки остались под большим впечатлением. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика. Работу национального телевидения «Чуваши» невозможно представить без детского вещания. Наши юные коллеги отпраздновали Международный день детского телевидения и радиовещания. О тех, кто в кадре и за кадром в следующем репортаже. Супергерои, которые спасают Чувашию. Волшебник-дядюшка-бух, который удивляет ребят мастерством телепортации и целая куча любопытных корреспондентов новостей. Вот они, лица детского телевидения «Чуваши». Работа с детьми на телевидении в разы сложнее, чем со взрослыми. Вот взять элементарно, ребятам-ведущим не поставить телесуфлер, потому что они будут следить за двигающимися буквами и не будут следить за своими эмоциями, и будут выглядеть как роботы. И действительно, иногда бывает сложно, бывают слезы какие-то, слезы отчаяния. Но зато потом, когда они натренируются, уже даже и текст заучивать не придется, потому что все пойдет из сердца. Главное знать, для чего ты работаешь. И пусть это прозвучит пафосно, но мы хотим сделать мир лучше, чтобы наши зрители узнавали что-то полезное. Так и появилась идея открыть медиа-центр «Куча Мала». Именно там сейчас обучаются теледетки-чувашии и растут прямо на наших глазах. Вот Саша Васильев в детской программе «Бухты-барахты». Спустя пару лет он уже ведущий шок-шоу. Пик детской телевизионной карьеры – работа в прямом эфире передачи «Отдыхайп». А это Соня Родионова. Багаж профессиональных навыков впечатляет взрослых коллег. Работает в кадре, пишет, снимает, монтирует, рисует графику. Сейчас Соня заканчивает 11 класс и планирует стать режиссером. Детское телевидение – это целая жизнь, это целый мир, в котором варится ты, твои друзья. Ты создаешь своими руками собственную реальность. Я хочу продолжать этим заниматься. Я хочу привлекать большее количество людей, чтобы каждый знал, что это потрясающе заниматься детским телевидением. На полках в куче малей десятки теле- и кинонаград. В архиве сотни роликов и фильмов. Но ребят не остановить. У них всегда куча новых идей. В этом году эфир национального телевидения «Чуваши» украсит реалити-шоу «День перемен». Программа, в которой дети меняются местами со взрослыми и осваивают разные профессии. Не пропустите премьеру 17 марта. А скоро все мы станем свидетелями уникального телеэксперимента. В новом шоу прямого эфира ребята будут работать не только ведущими, но и операторами, режиссерами и звукорежиссерами. Подготовка к проекту идет полным ходом. В республике идет масленичная неделя. В афише праздника более 300 мероприятий на открытом пространстве. Но с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Наибольшее количество гуляний запланировано на 14 марта. В Чебоксарах проводы зимы пройдут в парке Амазония, в детском парке имени Николаева и Лакреевском лесу. Жителей и гостей города ждут блюда национальной кухни, хороводы, игры и концертные программы. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, кулинарные изделия должны готовиться только на стационарных предприятиях. Продукты упакованы с использованием одноразовой посуды. Кроме того, к работе могут быть допущены только те, кто прошел недосмотр и оснащен средствами индивидуальной защиты. Необходимо помнить и о социальной дистанции. Это были главные новости вторника, 9 марта. Увидимся завтра. До свидания.